Ну и с начала морской и речной навигации в село округа началась доставка товаров первой необходимости. Сюда уже зашли в Неси Индигу. На очереди Пеша и Харивер. Об этом на еженедельной планерке при губернаторе рассказала Анталия Кордакова. Кроме того, сегодня в Архангельском порту загрузят судно для Пеши и Омы. В Печоре находится мука для Коткина. Вместе с комбикормом для СПК она будет доставлена в село Печорским речным пароходством. Как отметила Анталия Кордакова, товарооборот окружной потребкой операции за 4 месяца этого года остался на том же уровне, что и в прошлом году, несмотря на рост цен. С одной стороны, это несомненно говорит о благополучии жителей сел, но с другой стороны, сказалось на недостатке оборотных средств Окропотребсоюза. Потому что калифт очень высокий. И также мне привезем строиматериалы. Мы в навигацию завозили в Кану-Каратай-Пан. Мы строиматериалы, которые реализовывали для населения в течение года. В этом году придется от этого тоже отказаться. Помимо прочего, в населенных пунктах округа продолжается установка торговых терминалов. Сегодня их уже 28. По словам управляющей Ненецкого отделения Сбербанка Татьяны Лагминенко, жители сел начинают активно пользоваться безналичным расчетом. В ближайшее время планируется установить еще 4 единиц оборудования. Это Воронежская-Коткина и две аптеки Уксина и Красная. Количество установленных населения торговых терминалов приближается к 10% от общего парка торгового аквариинга округа.